Добрый день! Я очень хорошо его знаю. Он был руководителем и ментором в моей карьере. Также его взгляды влияли на мои взгляды и воспитание. Но он намного больше для меня, чем просто идет в установке. Я очень рада была сегодня здесь. Я очень благодарна организации, которая меня пригласила сегодня. И также я счастлива говорить о нем сегодня. Я думаю, вы знаете, он родился в 1917 году. Он родился в Москве. И на прошлой неделе была его 100-летняя годовщина, со дня рождения. Когда ему было 6 лет, он переехал в США. Он был еврейским профессором. Извините за техническое неудобство. Итак, его отец был нейропсихологом. Так как у него была еврейская семья, они голодали в революции. Я думаю, вы лучше об этом знаете. Они переехали в США. Он учился в Корнео в Харварде. Он работал в Корнео всю свою карьеру. Он служил в американской армии. Также он написал много книг по развитию и воспитанию детей. Одна из его книг рассказывает о России, о российской культуре. И она называется «Два мира детства». Он был жив, и он менялся, менялся точка зрения. Он критиковал себя самого. Много раз он говорил мне, я хотел бы, чтобы я не написал такую книгу с таким названием. Действительно, у нас гораздо больше, чем просто два мира детства. И мы используем его идеи в Бразилии. Мой центр работает с детьми с воспитанием, развитием детей дошкольного возраста. Мы занимаемся, внедряем его идеи, занимаемся также биоэкологическую методологию. И используем это в своих исследованиях. Это обложка одной из моих книг в Бразилии, которая была опубликована с его идеями. Я была очень счастлива отправить эту книгу ему сейчас в Португалии. Каждый раз, когда вы видите ваше имя на книге, вы можете быть уверенными, что мы упоминаем о вас с лучшими воспоминаниями и уважением. Это то, что мы написали ему на книге. Он был рад и поблагодарил меня в ответ. Итак, во многих книгах описана такая система. Она представляет его биоэкологическую модель. Мне нравится эта схема больше, чем любые другие. Сейчас также эта книга есть и в Португалии. Эти линии здесь, как бы пунктиром, они не целостные. Эти пунктирные линии мы видим риск-факторы, защитные факторы. Они могут уходить и приходить. Здесь необходимо работать, чтобы сделать их проницаемыми и защищать наших детей в их микросредах и в других контекстах. Если мы посмотрим на другую схему, это схема детей на улице. Они здесь уже... Линии, вы видите, не пунктирные, а закрытые линии. И они здесь нуждаются в большей защите. Микросистемы взглядов, религии, ценности наших культур также действительно влияют на нас всех и на них в том числе. Также он предложил свою оригинальную теоретическую модель человеческого развития. Я хотела бы, чтобы у меня было больше времени рассказать о том, как эти идеи, которые мы вместе обсуждали... Всегда эти идеи очень интригующие. Я очень много прочитала его работ. Он действительно пионер в нашей позитивной психологии и во всем мире. Я думаю, вы должны быть очень горды им, так как он российский психолог. Я много могу рассказать о его работах. Когда я получила это приглашение, я подумала, действительно, будет тяжело начать с чего-то. Конечно, все, что я учила и все, что я знаю, это было сложно для меня, что-то выбрать, определить. И я успокаивала себя. Давай я напишу первое предложение, потом второе. И так потихоньку я создала картину о нем. Я хотела бы сфокусироваться на студентах психологии. Юрий Бронфенбрейнер также имел такой вопрос. Вопрос психологии всегда его волновал. Если мы посмотрим на его школьные годы, психология была наукой. Все, что можно измерить, наблюдать, проводить эксперименты, он всегда был довольно осторожным и подозрительно к этому относился. Он всегда хотел больше. Он хотел изучать человека. И он не мог принять просто редакцию такой обычности, психологической реальности. У него много книг, которые разделяют психологические науки и сферы. И он основал довольно многие вещи, фрагментарные порой, по человеку. Он восхищался знаниями. Некоторые из них не могут быть подтверждены экспериментально. Он обнаружил и основал, что психология, иногда мы действительно далеки от самого человека. Он принял вызов создания новой теории психологии. И будучи ученым, это было действительно инновационным. Он был новатором в этом подходе. И вот эти естественные натуральные эксперименты в естественной среде будут гораздо лучше и дадут нам больше информации по контексту, о реальности, о развитии человека. Итак, ученый после всего выделил гипотезы, новые гипотезы продвигал. И иногда он ставил под сомнение существующие исследования и ставил вопрос, действительно ли мы правы, не ошибаемся ли мы. Несколько школ психологии могут давать такие определения. Только несколько ученых действительно есть возможность говорить о том, что люди живут с определенным развитием, которое не совсем входит в рамки их культурной жизни и реальной жизни. И, скорее всего, они испытывают на себе другие факторы. Итак, Юрий Брэннон Ферд, он говорил о том, что иногда люди постигают гораздо больше, чем то, где они живут. Примеры, которые он приводил, и говорил, если человек проходит через огромное количество препятствий, он может все-таки быть более уверенным, счастливым. Брэнон Брэнон говорил, что мир полон возможностей, и человек может изменить свою жизнь к лучшему. И это будет для него мир, это новое путешествие для него. У него было огромное влияние на различные программы в США. Он всегда говорил, если вы проводите исследования, необходимо иметь суть, необходимо иметь цель, необходимо применять исследования о жизни и обеспечивать высокий уровень жизни людей. они должны быть высококачественными. Итак, несколько в своих работах он оказывал. Он говорил следующее. Он всегда требовал хорошей теории, чтобы понимать и изучать развитие человека. Он не просто говорил, что он был лучшим. Вы можете посмотреть все его книги, его письма к различным ученым. Он очень открытый человек, и его жизненная позиция всегда вдохновляла других. Конечно, человеческое развитие должно быть в соответствии с разумом и улучшать жизнь людей. Его последняя книга называется «Давайте сделаем людей людьми». Я думаю, что это название дает много идей о том, что у него было в голове. Также он говорил о том, что необходимо распределять наши знания, будучи учеными и предсказателями, так скажем. Необходимо всегда коммуницировать наши труды в различные аудитории. Необходимо проводить конференции, дебаты, дискуссии. Необходимо делиться этими знаниями. Также он выделял натуралистские методы реальной жизни, реальных людей, не в странных людей, в странных местах, в странных ситуациях. Он действительно выделял важность контекста психологии, применимость в реальной жизни. И сохранение видов, он считал важным. Мы звали его дядя Бронфи в нашей лаборатории. Он распространял свои идеи в различных университетах и исследовательских командах в Латинской Америке. И мы понимали, что быть человеком это действительно богатая экспрессия и очень сложно определить это. Это человечность. Он прожил долгую жизнь, 85 лет, и способность смотреть на других и понимать себя. Это была действительно его причина искать и изучать психологию, заниматься. Может быть, это не слишком оригинально, но это довольно тривиально, я бы сказала, даже сейчас. Но после этого нам повторяли это много раз студентам. И Брон Фенбреннер всегда подчеркивал эти идеи. Я бы, конечно, хотела еще раз вернуться в Москву и вручить вам, кому-либо из вам медаль его имени в будущее.